В России политическая сенсация с криминальным оттенком. Арестован Алексей Улюкаев по жалобе компании «Роснефть», у которой он якобы вымогал 2 миллиона долларов. После задержания в суде Улюкаев представился так – работаю министром экономического развития. Обвиняемых такого калибра в современной истории России еще не видывали. Глава правительства Дмитрий Медведев назвал арест теперь уже бывшего министра экстраординарным событием для всей страны. В России респектабельная американская газета «Нью-Йорк Таймс» напомнила, что Улюкаев – самый высокопоставленный чиновник, арестованный в России после путча 1991 года. Суда бывший министр будет дожидаться в комфорте в условиях домашнего ареста. Однако неожиданный финал министерской карьеры напугал членов российского правительства. По данным агентства «Рейтер», среди чиновников царит лихорадочная атмосфера в ожидании новых чисток. Материалы дела изучил Николай Старабахин. К этому элитному жилому комплексу теперь приковано особое внимание. Недалеко от центра Москвы, но в природоохранной зоне заповедника. Внутри бассейн, спортзал, небольшой пруд и даже зоопарк. Олени, лисицы, ламы. Правда, зайти внутрь просто так не получится. Строгая охрана усилена еще больше. Ведь именно сюда теперь уже бывший министр Улюкаев отправлен в судом на время следствия. Оказаться под таким домашним арестом хотели бы, наверное, многие жители страны. И пусть большинством услуг элитного комплекса Алексей Улюкаев пользоваться не может. Заточил в своей квартирке скромные 313 квадратных метров. Но все равно это, пожалуй, не самое суровое наказание. В каком-то смысле наоборот. В соцсетях шутят. Еще никто не знает, где будет встречать Новый год. А Алексей Улюкаев уже знает. Хроника пикирующего министра вышла короткой. Улюкаев был задержан в понедельник вечером в офисе компании «Роснефть». Как утверждает следствие, с поличным. При получении взятки в размере 2 миллионов долларов. Уже во вторник. Допрос в Следственном комитете. Домашний арест. И отставка в связи с утратой доверия. Соратники Улюкаева в шоке. Премьер-министр с трудом подбирает слова. Конечно, это тяжелое событие и для власти, и для правительства. Случившееся за гранью моего понимания. По версии следствия, Улюкаев требовал у компании Игоря Сечина взятку. За согласие на приватизацию «Роснефтью» «Башнефти». Сама сделка прошла еще месяц назад. Известно, что министр долгое время возражал. Против того, чтобы одна государственная компания покупала другую. Но окончательное решение принималось не им. Если сделка прошла в рамках закона, без нарушения каких-то нормативных документов. Причем решение принималось правительством. Издавалось соответствующее распоряжение правительства. А не лично. Улюкаев принимал это решение тогда. А что является предметом взятки? Зачем давать взятку, если и так все нормально? Громкая победа над коррупцией. Именно так преподносят задержание министра российские телеканалы. Но даже политические оппоненты Улюкаева из Компартии убеждены. Это, конечно, не победа, а показательная порка. Мне, наверное, сегодня стыдно за то, что такое совершается. И стыдно не потому, что Улюкаев попался. Ведь вокруг такие же сидят. С малого уровня до большого. И то же самое дело. Я считаю, что система прогнила. Сгнила. И она уже не способна бороться с коррупцией. А была ли взятка? Следственный комитет, утверждает, министр лично брал в руки меченые купюры. Правда, подтверждающие это кадры не показывают. Но, кажется, никто в стране не верит, что обычный министр мог угрожать компании друга Владимира Путина. Картинка, которая нам представляет по телевизору, что именно жестокий, суровый и мощный Улюкаев, как кот Базилио, взял за задние ноги господина Сечина, как бедного Баратино. И безжалостно его тряс, шантажировал и ему угрожал, вышибая 2 миллиона сольда, которые тот зажал во рту. Мне это кажется довольно натянутой историей, потому что по весовым категориям я бы легче себе представил противоположную картину. Игорь Сечин, глава самой крупной российской нефтегазовой компании, политический оппонент, если не сказать противник Улюкаева. Министр за приватизацию и частную собственность. Сечин за единоличное управление компанией-гигантом. После того, как Башнефть досталась Сечину, пошли разговоры о том, что приватизировать стоит часть самой Роснефти. Один из самых влиятельных людей страны, конечно, был против. Сечин не хочет упускать контроль над Роснефтью. Поэтому идея с приватизацией Роснефти, которую продвигал господин Улюкаев, к Сечину нравиться не могла. И именно поэтому Улюкаева было бы полезно устранить. Как главного инициатора, координатора, скажем так, гаранта этой самой сделки. Роль Игоря Ивановича Сечина совершенно позорная. Потому что кто мог позвать Улюкаева с Роснефти? Только Сечин. Никто другой. Арест Улюкаева только верхушка айсберга. Битва кланов в период кризиса становится особенно острой. Силовики против экономического блока. Борьба за сферу влияния. В первую очередь на президента. И, возможно, задержание министра. Это лишь первый шаг. То, что действительно силовики пытаются сейчас мощно атаковать систему либералов, это факт. И в этой связи, конечно, сведения о том, что следующей мишенью может стать вице-премьер Аркадий Дворкович, они лишены оснований. Кто угодно может быть. Это может быть Чубайс, это может быть Дворкович, это может быть Шувалов, это может быть Медведев. Если арест у Улюкаева событие знаковое, он объясняет любопытное совпадение. Министра задержали в годовщину создания РУБОП. Это то самое управление по борьбе с организованной преступностью, которое в свое время распустил президент Дмитрий Медведев в 2009 году. То, что министра экономического развития правительства Медведева задерживают, да еще и с поличным, именно в этот день, в общем-то это определенный намек, я думаю, определенный привет всему правительству Медведева. Я думаю, что до большой новогодней ночи, которая начинается в день чекисты и продолжается до старого нового года, мы увидим еще какие-нибудь подвижки в правительстве, может быть не столь драматичные, но не менее масштабные. За политическими разборками вопрос честности самого Улюкаева отошел на второй план. В фонде борьбы с коррупцией убеждены, министра было за что задерживать, но это дело все равно дурно пахнет. Улюкаев, безусловно, коррупционер. В России не арестовывают министра за то, что они коррупционеры. Это как арестовывать людей за то, что они дышат. Улюкаева, очевидно, арестовали за какие-то другие вещи. Возможно, он правда хотел уйти, возможно, Сечин так проявил, показал свою власть, показал, что он может сажать кого угодно. Самому министру, скорее всего, серьезное наказание не грозит. Владимир Путин своих не трогает. Так что если Улюкаев не пойдет против президента, его дело, вероятно, закончится условным сроком или амнистией, как было с главой Минобороны Сердюковым. Но для либерального крыла это серьезный удар. А главный победитель Игорь Сечин наглядно показал, кто здесь на самом деле власть. А заодно утихомирил потенциальных инвесторов, претендентов на свою компанию. Все идет к тому, что акции Роснефти приватизирует сама Роснефть. Это даже звучит нелепо. Но после ареста Улюкаева возражать вслух, пожалуй, не решится никто. Николай Старобахин, Леонид Бабков, Артевяй, Москва.